С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 27 октября. У родившихся в этот день в 1728 году появляется на свет Джеймс Кук, английский военный моряк, исследователь, картограф и первооткрыватель, член Королевского общества и капитан королевских ВМС. Он возглавлял три экспедиции, обследовал и нанес на карту малоизвестные и редко посещаемые части Ньюфаунленда и восточного побережья Канады, Австралии, Новой Зеландии, западного побережья Северной Америки, Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Карты по точности не имели аналогов на протяжении многих десятилетий и служили мореплавателем до второй половины 19 века. 1782 год рождается великий итальянец Никола Паганини. Скрипач-виртуоз, гитарист и композитор, автор шести концертов, знакомил публику с доселе неслыханными скрипичными эффектами и доводил ее до сумасшествия. 1855 год, день рождения Ивана Мичурина, русского биолога и селекционера, автора многих сортов плодово-ягодных культур, доктора биологии, заслуженного деятеля науки и техники, почетного члена Академии наук СССР. И еще при жизни Мичурина в 1932 году город Козлов переименован в Мичуринск. Три прижизненных издания собрания сочинения отражают более чем 60-летний опыт этого легендарного человека. Лидия Русланова рождается в 1900 году. Советская певица, заслуженная артистка РСФСР. Основное место в репертуаре – русские народные песни. И, конечно же, сложнейшая судьба, особенно послевоенная. 1900 год в этот день пришел в этот мир Михаил Жаров. Советский актер, режиссер театра и кино. Михаил Жаров сыграл около 70 популярных ролей в фильмах. Написал книгу «Жизнь. Театр. Кино». Как режиссер поставил три картины. В одной из них, к тому же, сумел создать незабываемый образ участкового Аниськина. 1944 год – день рождения популярнейшего актера, народного артиста России Николая Караченцева. Лишь некоторые фильмы «12 стульев», «Собака на сене», «Приключения электроника», «Трест», который лопнул дежавю. 1978 год в этот мир приходит Ванесса Мэй. Британская скрипачка, композитор, горнолыжница, певица известна в основном благодаря технообработкам классических композиций. Стиль исполнения – скрипичный техноакустический фьюжн или эстрадная скрипка. События дня. 1553 год. В это время теократической протестантской диктатуры Жанна Кальвина в Женеве по обвинению в ереси сожжен на костре Мигель Серветт – испанский ученый и богослов. Именно он открыл европейцам малый круг кровообращения, ранее известный только арабским врачам. Занимался астрономией, картографией и респруденцией, но главным образом – богословием. 1672 год. Первый спектакль в комедиальной Хоромине – первом в России издании, выстроенным специально для театральных представлений, причем по указу самого царя Алексея Михайловича в его летней резиденции, что в Преображенском под Москвой. Давали комедию, как Артасеркс велел повесить Амана по царицу на Челобитию и Мордахиину на учению. Трупу из молодых иностранцев, обитавших в немецкой Слободе, собрал, ставший таким образом основоположником русского театра, Юаган, в России его называли Яган, Готфрид Грегори, сын немецкого врача. Представление продолжалось 10 часов и шло по-немецки, но публики все-таки время от времени по-русски объясняли, в чем суть дела-то. После смерти Алексея Михайловича комедиальную Хоромину взяли и снесли, как богопротивную, по приказу его набожного сына и тоже царя Федора. 1927 год. В Москве открывается другой театр, центральный театр рабочей молодежи Трамп, теперь называющийся Ленкомом, а до этого Московским театром Ленинского комсомола. В 1951 году в Соскочеванском университете в Канаде под руководством Гарольда Джонсона впервые применено радиационное облучение как средство для борьбы со злокачественными образованиями у онкологических больных. Лучевую терапию проводили, используя радиоактивный кобальт-60 или кобальтовую пушку в качестве источника гамма-лучей высокой энергии, действующих аналогично рентгеновским лучам, нейтронам и электронам. 1984 официальное открытие сквозного движения поездов по всей Байкало-Амурской магистрали. Ее протяженность более 4000 километров. Строительство БАМа проходило в сложнейших геологических и климатических условиях и заняло более 12 лет. Один из самых сложных участков – Северо-Муйский тоннель, проходящий через горный хребет, являющийся самым длинным железнодорожным тоннелем в России. Он был введен в эксплуатацию только в 2003 году. Строители БАМа выполнили свыше 300 миллионов кубометров земляных работ, построили около 3500 искусственных сооружений, в том числе 150 мостов длиной от 100 до 300 метров каждый и тысячи других мостов. Смогли соорудить несколько тоннелей, уложить тысячи километров главного пути и сделать многое другое. Сама же магистраль пересекает семь горных хребтов, более 3000 водных преград, в том числе 11 крупных рек. Примерно 65% трассы приходится на районы вечной мерзлоты. 1999 год. Платье, в котором Мэрилин Монро поздравляла президента Кеннеди с днем рождения со сцены Мэдисон Сквергарден, в 1962-м продано на аукционе в Нью-Йорке. За рекордную для одежды стоимость 1 267 500 долларов. 2007 год. Ученые из университета в Уэльсе утверждают, что им удалось обнаружить самое старое из живущих на Земле существ. Речь идет о моллюске вида океанический Венус, найденном у побережья Исландии. Судя по кольцам, на раковине этого моллюска его возраст составляет от 405 до 410 лет. Но еще одно событие более подробно. 1958 год. Заседание правления Союза писателей СССР, которое рассматривает вопрос о действиях члена Союза писателей СССР Бориса Пастернака, несовместимых со званием советского писателя. Поводом становится присуждение поэту Нобелевской премии и публикация за границей романа «Доктор Живаго». Казалось, что уже прошли сталинские времена. Роман собирался в свое время печатать «Новый мир». Был он опубликован годом ранее итальянским издателем-коммунистом. А на Нобелевскую премию Пастернак выдвигался аж 8 раз, да и формулировка Нобелевского фонда не несла ничего антисоветского за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и продолжение благородных традиций великой русской прозы. Но здравый смысл не впервые уступал идеологическим догмам. Было сделано все, чтобы заставить Бориса Пастернака отказаться от премии. 25 октября в литературной газете появляется статья «Провокационная вылазка международной реакции», а в правде другая – шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка. Во время заседания почти все выступавшие, в том числе и те, кого он считал своими друзьями, открыто признавались, что не читали романа, но поносили автора и его произведения. Лишь Твардовский и Николай Грибачев были против исключения поэта. А выражение «я, конечно, Пастернака или Пастернака не читал», но осуждаю. Это выражение стало символом творческого ничтожества. С вами был Николай Пимненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова